Всем привет! Сегодня разбираю планировку от других дизайнеров по просьбе заказчика. Эта квартира с 6-ти метровыми потолками. Смотрим! Обратился ко мне заказчик с просьбой разобрать планировку, которую сделали другие дизайнеры. Я так подозреваю, что цель этого обращения посмотреть какие еще возможны варианты пространства от гуру планировок. Ведь планировка это самое важное во всем дизайн-проекте, потому что это фундамент будущего интерьера. Поэтому не ошибиться очень важно. Нужно сделать все четко, грамотно, чтобы потом только навести красоту. С какими запросами пришел этот заказчик? Давайте посмотрим. Чтобы понять с какими запросами обращается человек и что ему нужно на самом деле, я прошу заполнить небольшой опросник. Он состоит всего лишь из 15 вопросов. Прикладываете план, присылаете все ко мне и я делаю разбор планировки. Вот как в этом случае. Что же пожелал заказчик? Ну, во-первых, это семья 2 человека, то есть семейная пара. Детей нет, то есть квартира для двоих. Основные пожелания следующие. Максимально просторная гостиная со вторым светом, это как раз-то зона, где 6-ти метровые потолки. Кухня с острова, мастер-спальня со своим санузлом. Рабочая зона, потому что человек работает дома, то есть должен быть либо выделенное место, либо кабинет. Два санузла, один в спальне, другой гостевой. Нужно организовать большое количество мест хранения, потому что вещей много. Я так подозреваю, как у всех у нас с вами. Работа из дома, поэтому нужно организовать рабочее место с компьютером. Зона отдыха должна работать на два сценария. Первый. Приходит компания, это общение, настольные игры. Второй сценарий. Это просмотр телевизор, прослушивание музыки, медиа-центр. Большое ТВ, качественный звук. Что любите больше всего, это посидеть в пледе перед камином и второе, поскакать под музыку. Ну, по сути, это такой некий сценарий жизни, один из его элементов, очень важный, который заказчик хотел бы реализовать в своей квартире. Итак, это те пожелания, которые написаны вот в этом небольшом техническом задании. Сюда же прикладывается планировка от застройщика. Выглядит вот она таким образом. Здесь есть размеры, но в принципе размеры не всегда нужны. То есть можно и по квадратным метрам сориентироваться. Вот все эти планы были приложены. И также приложена планировка от дизайнеров, которые уже сделали, расставили мебель и вот предоставили какой-то свой вариант. Я это все внимательно изучил, посмотрел. И в целом хочу сказать, что в общем неплохо. Все пожелания, которые озвучил клиент, они в общем-то учтены. Есть прихожая со шкафом, соответственно мастер-спальня, которую просили со шкафом и санузлом. Есть большое общее пространство, над которым сделали антресоль. И на этой антресоле будет кабинет. Вот здесь вот будет второй свет. И рядом вот антресоль. По лестницам поднимаемся и, собственно, попадаем в этот самый кабинет. В общем пространстве есть кухня, остров, стол на 6 человек. Есть мягкая зона, где телевизор и камин. Ну и еще возвращаясь ко входу, то здесь есть гостевая ванна, санузел. Странно звучит, гостевая ванна, как будто гости приходят в ванной полежать. Гостевой санузел. И есть отдельное помещение гардеробное. Мои комментарии следующие. В целом все учтено и сделано неплохо, но есть вопросы, по крайней мере у меня. Давайте я их озвучу, а вы в комментариях напишите, согласны вы со мной или нет. Во-первых, когда мы заходим в квартиру, получается очень маленькая прихожая. Это не очень хорошо. Все-таки хотелось бы прихожую большую, просторную, нарядную. Особенно, когда мы покупаем достаточно большую квартиру за большие деньги. В спальне шкафов недостаточно. Они здесь по 90 сантиметров. Получается всего лишь метр восемьдесят шкафов. Хотелось бы больше. Дальше про ванну я уже сказал, что ванну, конечно, лучше перемещать в спальню. Но это как получится. То есть все-таки мы ограничены в пространстве. Есть большая гардеробная. Это очень здорово. Но таким образом мы съедаем, конечно же, место. Это нужно понимать. Дальше. В общем пространстве, когда мы в него попадаем, мы сразу же натыкаемся на остров. Но по-другому здесь его, конечно, сложно поставить. И получается, что проходя дальше, мы вынуждены все время ходить под лестницей. Вот эта вот лестница. И мы под ней будем все время передвигаться. Далее между стульями этой лестницей. То есть, казалось бы, пространство большое с высокими окнами. Но ощущение зажатости здесь останется. Ну и телевизор, который стоит напротив окна, тоже мне кажется, это довольно спорным решением. Потому что телевизор просто загораживает окно, в которое мы должны, в общем-то, смотреть. А не любоваться телевизором. Вот. Ну, вот это мои замечания. Я сейчас покажу, что у меня получилось и обосную свой вариант, почему я сделал именно так. В моем варианте я сделал вот что. Первое. Увеличил прихожую. Теперь, когда мы заходим в квартиру, мы попадаем в более просторную прихожую. То есть, если сравнить с тем, что было. То есть, в моем варианте все это побольше. Гардеробную я располагаю справа от спальни, отказываюсь от санузла, который в спальне. Я так сделал для того, чтобы получить гардеробную прямо при входе, а не ходить через квартиру, через дополнительный коридор. Гардеробная при входе позволяет минимально растаскивать грязь по квартире. Ну, грязь условно, мы понимаем, но тем не менее. Здесь есть большой шкаф под одежду и узкий шкаф под обувь. В торце этого шкафа я разместил хозблок, который можно спрятать либо за дверку, либо спрятать за шторки. Там у меня стоит стиральная машина. И с другого торца хозяйственный отсек, где уборочный инвентарь, химия, всякие корзины, ну и прочее хранение. Таким образом, в коридоре, в прихожей я избавился от шкафа, теперь у меня здесь есть стульчик или пуфик, на который можно присесть. Есть красивая консоль с зеркалом. На консоль можно ключи положить, сумку поставить, ну и пройти уже дальше в квартиру. В предыдущем варианте, если мы поставим консоль, то она сделает прихожую еще меньше и загородит проход. То есть, более затруднительно будет ходить. Здесь же я расположил гостевой санузел, то есть, вход вот здесь вот из прихожей. И мы попадаем в помещение, где есть раковина и унитаз. Этого вполне достаточно для гостевого санузла. А вот основная ванна рядом. В основной ванной у меня есть сама ванна отдельно стоящая. Есть большая душевая зона. Все это на подиуме, чтобы там организовать слив. Там же у меня стоит унитаз, и он достаточно далеко от душа. То есть, до него даже, в общем-то, вода особо долетать не будет. Но если немножко капельки попадут, то ничего страшного, он пластмассовый. И большая зона там, где стоит раковина. Есть в моем варианте минус, потому что вход в эту основную ванну не через спальню. Но я это сделал для того, чтобы убрать вот этот вот вход, который был в первом варианте от дизайнеров, для того, чтобы увеличить шкаф. Вот видите, здесь шкаф я увеличиваю. И теперь хранение гораздо больше. Это важно, потому что вещи мы должны куда-то деть. Никто от них отказываться не собирается. И то, что было раньше, метр восемьдесят шкафа, это, конечно, очень мало. Сейчас три метра, там, три двадцать. Это гораздо лучше. Остается кровать напротив, макияжный столик со стульчиком. И все это композиционно правильно, на одной оси, симметричная композиция. Значит, в будущем дизайн будет все хорошо и красиво. Плюс такое решение дает нам ванну большего размера. Она одна, да, но зато она больше. А так как здесь проживает всего два человека, детей нету, то ничего страшного, мы можем ходить и через холл в эту самую ванную. То есть это вполне нормально и допустимо. Теперь осталась у нас общая зона, в которой я оставил лестницу и антресоль. Так как они были в первоначальном варианте, потому что там все хорошо, менять ничего не нужно. Там есть рабочий стол, стоит диванчик, торшер, столик. Ну, в общем, все как надо. А вот внизу я мебель меняю и ставлю по-другому. В первую очередь кухонный гарнитур. Он у меня состоит из острова большого. Почему? Потому что приходит компания. Компания это значит, что общение. Пока готовим, общаемся. То есть можно с разных сторон стоять. Можно совместно что-то делать на этом острове. Плюс остров это огромное количество хранения. Потому что ящики с двух сторон. И с этой стороны, и с этой стороны. Если посчитать, то хранение здесь больше, чем в первом варианте. И есть два высоких пенала. В одном из них холодильник. В другом духовой шкаф, микроволновка. Ну, все, что захотите встроить. В моем варианте, это при входе, эти шкафы расположены. Можно рассмотреть другой вариант. И поставить эти шкафы там, где окна. Получается, тогда человек будет стоять между окном и островом. А со стороны входа, тогда можно пару барных стульчиков, например, поставить. Ну, или как в моем варианте оставить. Вот здесь вот холодильник. Здесь пенал с духовкой, как я сказал. И тогда готовка вот здесь происходит. Это очень удобно, потому что, когда мы здесь стоим, соответственно, все хорошо освещается. Мы смотрим в окно. Там красивые виды с высокого этажа на исторический центр города Екатеринбурга. То есть, все прекрасно. И еще один плюс такого расположения. То есть, вот это вот расстояние сейчас метр. А было всего лишь навсего там 60 сантиметров между лестницей и островом. То есть, помните, я говорил, что под лестницей придется ходить. В моем варианте ходить под лестницей не надо. То есть, здесь хорошее уже расстояние. Стол я меняю с прямоугольного на круглый. Это лучше тем, что, во-первых, экономится пространство. Мы избавляемся от углов. Их нету. Соответственно, не цепляем их. Стулья ставятся по диагонали. А это значит, мы экономим вот эти места. То есть, видите? То есть, когда по диагонали вот это пространство за спинкой стула становится больше. И для нас это выгоднее поставить вот так вот. Ну и плюс ощущения за круглым столом. Конечно, мы ощущаем себя гораздо более дружелюбно, нежели чем за прямоугольным. Это еще подметил король Артур. Помните, был такой? К тебе присматриваются, Артур. Твое имя часто всплывает. В каких кругах? В швейном кружке моей мамы. Далее я разворачиваю телевизор. Убираю его от окна, как было в прежнем варианте. Ставлю его вдоль стены. А в угол ставлю камин. Мы такие уже ставили отдельно стоящие. Например, вот как в одном из наших проектов. Вот такой вот очаг. Он действительно выглядит как очаг. И очень стильно и современно. Поэтому можете оценить. Лайк поставить. Мы его делали на заказ. Наши мастера делали. Получилось великолепно. Композиционно все располагается на одной оси. То есть композиция симметричная. А это значит, с точки зрения композиции, все будет красиво и гармонично. Вот такой вариант у меня получился. И в завершении я хотел рассказать еще про одну фишку. Которая, на мой взгляд, очень классная. Дело в том, что когда в интерьере появляется лестница, то пространство под ней, как правило, пропадает. Мы его в нашем варианте ничем занять не можем, потому что это съезд пространства. То есть мы должны что-то придумать такое, чтобы выглядело красиво. Ну то есть вот, чтобы под лестницей было красиво. И я придумал следующее. Под лестницей я хочу сделать в стене проем и вставить туда стекло. Под лестницу я хочу высадить растения, ну в горшках поставить под лестницу, чтобы они стояли под лестницей и перед стеклом. Сквозь стекло будет пропадать свет в ванную комнату, соответственно делать ее светлее днем. А также это увеличит пространство, потому что находясь в ванной, мы все равно будем видеть, что там за стеклом, а там растения, то есть уже какое-то слияние с природой. И это очень здорово. То есть мы делаем такое перетекание пространства. Если надо будет уединиться, можно повесить штору, закрыть, и сквозь стекло ничего видно не будет. Либо сделать смарт-стекло, которое при нажатии на кнопочку становится матовым. Еще раз нажали, становится прозрачным. Вот такая вот фишка, она всегда воспринимается на ура. Это такой вау-эффект. Можно удивлять гостей, ну и самим радоваться, потому что это действительно очень здорово. Ну а вы напишите в комментариях, как вам такое решение. На этом все, дорогие друзья. Поставьте лайк, подпишитесь на канал и обязательно в комментариях пишите, что вы думаете по этому поводу. И помните, что вы всегда можете обратиться ко мне за консультацией по планировке и за дизайн проекта. На этом все. Всем пока!